Внимание, внимание! Этот сюжет мы рекомендуем смотреть на полный желудок, потому что прямо сейчас на вашем экране развернется битва настоящих поваров. Участвуют все команды, которые входят в состав корпоративного питания. Это Кировский филиал, Балаковский филиал и команда города Череповца. И в этом году к нам впервые присоединилась команда из Умруда. Поэтому я надеюсь, что наш конкурс будет еще более интересный, насыщенный. Сюрпризы будут однозначно. Это кухни регионов, из которых команда приехала. Какой формат? Абсолютно свободный. Поэтому мы сможем это наблюдать именно в течение конкурсного нашего дня. За Кубок Кулинара боролись четыре команды, представляющие города присутствия компании «Фусагра». И каждая постаралась удивить кулинарными шедеврами не только жюри и гостей гастрономического фестиваля, но и своих соперников. На нашем столе представлены традиционные вологодские блюда. И на арт-классе мы представили родину Деда Мороза и Великий Устик, чем славится вологодская область. У нас края богаты рыбой, олениной. Это все наша тема. Равиоли с чернилами каракатицы. Потом рулет с беконом и с индейкой. Корейка, конечно же. Ну и десерт. Блюда, представленные командами на конкурс, больше напоминали произведения искусства, на которые можно любоваться часами. Смотришь на это изобилие и ловишь себя на мысли. Неужели это все съедобное? Вот на северных просторах пасется олень. Неподалеку стоит чум, а за ним видны холмы. А вот на берегу Волги сидит гусь, ловит рыбку для ершистой ухи. Вологодский край удивляет простыми, но очень сытными блюдами. А потому на столе чугунки со студнем, кислыми щами и подносы с пирогами. На сладкое вологодский мед до брусника. Здесь представлена вся география нашей необъятной страны. Потому что компания «Кусагра» начинается от самых северных регионов, от Мурманска. И простилается до южного, до города Балаково. Поэтому я думаю, что кухня будет разнообразная. Блюда, которые будут здесь представлены, они тоже будут интересные, необычные для кого-то. Необычность блюд, представленных на конкурс, пришлось оценить компетентному жюри, которое выставляло баллы командам за все этапы мероприятия. Вообще, этот конкурс поваров корпоративного питания проходит уже в четвертый раз. И в год 45-летия Балаковского филиала компании «Фосагра» было решено провести его в Балакове. На этот раз мероприятие превратилось в настоящее шоу, в которое были вовлечены и участники, и жюри, и зрители. Все присутствующие пели, танцевали, отгадывали загадки, отвечали на заковыристые вопросы ведущих, а также участвовали в конкурсах. Первое блюдо – это что у нас такое, лагман или что это у нас? Это борщ. Это борщ. В этом году Кубок кулинаров решили провести в два дня, ведь одно дело – заранее подготовиться к конкурсу и в спокойной обстановке соорудить гастрономические шедевры. А вот получится ли удивить жюри блюдом, традиционным для пикника? Поэтому на следующий день и команды, и гости фестиваля переместились на зеленую зону санатория «Изумруд», чтобы продолжить конкурс. Причем в битву, кроме профессиональных поваров, вступили семейные команды работников Балаковского филиала АО «Апатит», чтобы выявить специалистов по лепке пельменей. Да, у нас разделение труда по Карлу Марксу. Папа раскатывает блин, дочь делает кружочки, а я леплю пельмени сами. А пока семьи трудились над пельменями, на площадке с мангалами шло решающее состязание участников Кубка кулинара. Шашлыки из мяса, рыбы, овощей – и это тоже были произведения искусства. В это же время гости праздника дегустировали шашлык, приготовленный по рецептам сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит», а затем испробовали и пельмени. И каждый выбрал себе блюдо по душе. Пельмени, конечно же, пельмени. Больше люблю из тех блюд, которые были предложены. Но рецептов на самом деле много. И почему мы именно выбрали пельмени и шашлыки? Потому что каждый считает себя именно в этих блюдах профессионалом, у каждого есть свои секреты. Поэтому действительно участников много подобралось. И я думаю, что будет много интересного. Гастрономическими изысками удивляли повара молекулярной кухни. Вот того, что мы его заморозили. Теперь мы берем наш персик, раздробили, а потом обратно восстановили. Четыре часа кулинарного фестиваля пролетели незаметно. Гости попробовали вкуснейшие блюда и напитки, а дети вдоволь наигрались. Получился настоящий большой семейный праздник. У коронного блюда, может быть, картошка по-французски нравится. Муж у меня делает шашлык. Мне больше всего нравятся пельмени. Я их умею сама готовить. Хорошее настроение, солнечный денек, прям погодка супер. Только как раз для праздника. Настроение хорошее. Самое главное, что дети радуются, а остальное все нормально. Праздник происходит отлично. Мы веселимся, играем с детьми. Все очень красиво, погода позволяет. Жизнь радостная и все прекрасно. Завершился вкусный праздник, конечно же, награждением победителей конкурсов, которых за эти два дня было немало. Конкурс продавцов, семейный конкурс на лучшие пельмени, ну и, конечно, кубок кулинаров. Итак, в результате упорной борьбы четвертое место заняли дебютанты – команда из Умруда. На третьем месте оказались балаковцы, на втором – команда из Череповца. Ну а лучшими стали… Первое место – город Кировск. Ура! Давайте мы с вами наградим аплодисментами всех наших участников, победителей! И глядя на кулинарные шедевры участников конкурса, даже и не угадаешь в них обычных работников организации корпоративного питания. Но пока такие повара трудятся в столовых предприятиях, можно быть уверенным – сотрудники всех филиалов компании «Фосагра» питаются качественно. Девизь большей команды!